Во многих масштабных компаниях руководство ежедневно решает большое количество сложных задач. И чтобы те или иные проблемы не стали причиной наступающего краха, нужно пошагово решать ряд вопросов. Для этого существуют проекты. Временные проекты, призванные решить ту или иную проблему бизнеса. И для их реализации вам понадобится квалифицированный менеджер управления проектами. Управление проектами – это наиболее современный и прогрессивный подход к ведению бизнеса. Его универсальность в том, что метод может быть использован для бизнеса любой сферы. Итак, о том, как реализовать проект в рамках любого бизнеса, расскажет главный специалист и директор консалтинговой компании «Акса Консалтинг» Виталий Попа. Прошу. Для начала стоит разобраться, любой ли бизнес нуждается в проектном подходе. Всегда ли цельсообразно проводить проекты для развития того или иного бизнеса? В любом бизнесе проектный подход уместен. Конечно же, в большем проявляется, например, в IT, сфере IT. Либо там, где речь идет о каких-то конкретных наборах, мероприятиях для достижения определенной задачи, либо цели. Опять-таки, в консалтинге, например, это может быть в маркетинге, который применим к любым бизнесам, к любым сферам деятельности. Где он неуместен? Он неуместен там, где работа имеет такой рутинный, однообразный характер. Да? Потому что проектный подход – это означает, что за определенное время и должен выполнить определенные задачи. Прежде чем приступить к любому проекту вашего бизнеса, нужно понять, чего именно вы хотите добиться в результате его проведения. Разработка стратегии – первое, на чем следует сосредоточиться. Это жизненно важное для любой компании. Если сравнивать ситуацию, например, сегодняшнюю, в целом, сравнивать с тем, что было, например, 10, 15, 20 лет назад, то, конечно, ситуация сильно отличается. Если раньше можно было легче начать какой-то бизнес и не сильно заботиться о том, что будет через определенный промежуток времени, то сейчас без стратегического подхода в планировании бизнеса уже трудно устоять на рынке и, скажем так, обеспечить долгосрочность инвестиций и всего того, что является непосредственно в бизнесе. Теперь, приступая к непосредственной работе проекта, нужно выбрать его руководителя. Вопрос – где его искать и как? Менеджер проектов является суперменеджером. Почему суперменеджером? Потому что ему нужно обладать довольно-таки обширным набором компетенций, навыков, знаний для того, чтобы отлично справляться с конкретными проектами, которыми они руководят. Соответственно, это означает, что если я нахожусь в поиске такого менеджера, то для меня очень важен предыдущий опыт. То есть я должен определить, каким я хотел бы, чтобы был этот менеджер, и могу я на рынке найти вот такого управленца. И в зависимости от результатов, которых он добился, скажем так, на предыдущей работе, либо в прошлом, уже исходя из этого, выбирать. Ну, в принципе, это довольно-таки сложная задача, потому что реальных, хороших менеджеров, которые эффективно управляют различными проектами, не так уж и много. И они очень-очень ценятся. И компания старается их удержать как можно дольше. Кстати, участие управляющего бизнесом в поиске менеджера проекта обязательно. Ведь лучше него никто не знает, каковы ожидания от проекта и какие методы и инструменты в работе будут для владельца уместными. Если управляющий бизнесом – это лицо, которое должно руководить, исходя из определенных предпочтений владельца бизнеса, то, конечно же, между ними должно быть очень эффективное взаимоотношение. И это означает, что без вовлечения владельца очень трудно представить, что это взаимоотношение будет положительным. То есть владельцы бизнеса должны сами выбирать, очень четко определять критерии оценки и выбора данных менеджеров. И после этого уже участвовать в процессе отбора. Если этого не происходит, то очень часто то, что мы выбрали, не соответствует нашему видению и не соответствует нашим предпочтениям. И опять-таки эти, скажем так, такие очень скользкие такие моменты, которые относятся к взаимоотношению, взаимопониманию, согласию и так далее, являются очень важными. И еще стоит учесть, что за каждым проектом стоит всего один человек. Его руководитель – это Аксиома. Вся работа должна быть организована лишь одним менеджером. Тогда вы добьетесь слаженности и точности. Другая важная деталь – формирование команды в рамках развития проекта. Кто будет ответственен за выполнение данного проекта, он должен принимать участие и в планировании. Также желательно, чтобы те, которые исполняли, либо непосредственно, которые ответственны за внедрение данного проекта, чтобы они тоже участвовали в планировании, потому что это обеспечивает однородность понимания того, чего мы должны добиться. Соответственно, если я привлечен, вовлечен в этот процесс, то мне легче сформировать вот это единое понимание вместе с моими коллегами. И участники, те, которые будут внедрять данный проект, они должны быть вовлечены в это. Но в остальном, непосредственно, конкретные обязанности, либо конкретные, скажем так, зоны ответственности для каждого определяются, опять-таки, в зависимости от проекта. Как ни крути, важнейшая роль в проекте отведена именно менеджеру проекта. Все лавры успеха и ответственность за провал целиком и полностью ложатся на плечи руководителя. Осталось разобраться в его компетенции и в том, каким стилем управления должен руководствоваться менеджер проекта. Он должен активно принимать участие во всех процессах, на всех этапах внедрения проекта, но также он должен уметь делегировать. И с этим у наших управленцев есть довольно-таки большие затруднения. Из-за своего личного опыта могу это сказать, любой менеджер проекта, он должен сильно вовлекаться на этапе планирования проекта, на этапе внедрения, отслеживания, то есть мониторинг проекта, контроль выполнения определенных мероприятий, действий, но, конечно, на финальном этапе оценки результатов проекта тоже. Чаще всего молдавские предприниматели совершают самую распространенную ошибку, которая приводит к провалу проекта изначально. Такого подхода следует избегать. Очень часто определенным бизнесом, либо определенным проектом руководят те, которые инициировали данный бизнес, либо проект. Соответственно, у них есть определенная эмоциональная привязанность к тому, что они делают. Это создает определенные барьеры для того, чтобы они решались на большее делегирование другим своим коллегам. И, в принципе, это является очень большой проблемой для многих. Это означает, что я все начинаю делать, либо я все делаю, а мои коллеги, они, скорее всего, имитируют какое-то делание, но не заняты серьезным делом. И, в принципе, основной негативный эффект создается в том случае, когда люди воспринимают свою бесполезность. Когда они понимают, что мне не доверяют, мне нечем заняться полезным, я должен просто как-то сидеть чем-то, делать видимость определенного занятия, да, но, в принципе, большого вклада от меня не требуется. И где вот эта тонкая грань между умением делегировать полномочия и, тем не менее, постоянно быть в курсе всего и активно принимать участие? Эта грань, она в голове менеджера, да, потому что если менеджер, он осознает полезность делегирования, он не боится делегировать, а также он понимает, что благодаря этому подходу он больше выиграет, снижая уровень контроля, предоставляя людям большую автономию и большую ответственность, то в этом случае я поступаю соответственно. Но если меня что-то сдерживает, либо боязнь, не знаю, потерять контроль, либо боязнь того, что люди не будут меня воспринимать в качестве авторитета, то в этом случае, конечно же, я должен в первую очередь справиться со своими вот этими, скажем так, внутренними, иногда неосознанными подходами, которые я использую. Таким образом выявляются два самых важных навыка для взаимодействия с сотрудниками. Умение доверять и навык правильного общения с коллегами. Основные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры проектов в Молдове. Способность общаться, понимать, как люди понимают то, что я им говорю, вовлекать их и выслушивать, это, я думаю, является самыми такими, не знаю, болезненными зонами, областями, в которых наши менеджеры должны развивать свои профессиональные навыки. Уважение – это первый элемент. Второй элемент – это доверие. Очень часто менеджеры не доверяют своим сотрудникам, своим подчиненным, либо другим коллегам, и это отсутствие доверия проявляется в том, что они им говорят, в их поведении по отношению к своим коллегам и так далее. Люди это чувствуют. Люди это чувствуют и, соответственно, начинают вести себя в соответствии с этими ожиданиями. Таким образом, создается такой порочный круг, когда люди действуют в соответствии с теми ожиданиями, которые менеджер на них спроецировал. И, конечно же, они уже в свою очередь не проявляют доверие по отношению к своему начальнику, своему менеджеру и так далее. Здесь возникает целая цепочка негативных эффектов. В любом случае, при всей вашей лояльности и умении делегировать, нужно понимать – контроль над всеми процессами развития проекта жизненно необходим. Здесь бывают очень большие затруднения, потому что если я полностью делегировал очень энтузиасту, новичку определенные задания, то есть я путаю энтузиазм с компетентностью, то, конечно же, меня ожидает, скажем так, неприятная констатация в завершении данного проекта или задания. Это означает, что новичка я должен чаще, больше и более плотно контролировать. Но такой подход в контроле, он не действует, когда речь идет о профессионале высокого класса. То есть если это очень такой состоявшийся профессионал, если у него очень хорошо развиты профессиональные навыки, и он отлично справляется с теми задачами, которые ему делегируются, то здесь контроль почти что неуместен. Когда я говорю почти, я имею в виду, что просто периодически можно его спрашивать, как продвигается данный проект, на каком этапе мы находимся, но не требовать детальных отчетов, не требовать каких-то объяснительных и так далее. Потому что если я являюсь профессионалом, и мой начальник очень сильно меня контролирует, то этот контроль я буду воспринимать как отсутствие доверия. Это означает, что меня не ценят в компании. Одним словом, умение делегировать, доверять и вместе с тем ненавязчиво контролировать и активно принимать участие во всех процессах развития проекта и есть основная задача профессионального менеджера проекта. Редактор субтитров А.Семкин